Чтобы написать 56 очерков, образовавших эту книгу, потребовалось целых 13 лет. Конечно, я не сидел над ними все эти годы, не разгибаясь, но просто первый раз мне довелось написать что-то в этом странном жанре еще в 2004 году. А последний, на сегодня, из таких текстов получился уже в 2017. Гастрономия всегда казалась мне очень важной, в некотором смысле фундаментальной отраслью человеческого знания. И не только потому, что, по меткому выражению, не помню кого, не гуглится почему-то, так что, может быть, я это и сам когда-то давно придумал. Гастрономические впечатления представляют собой уникальный конгломерат ощущений, составляемых всеми пятью человеческими чувствами – вкусом, обонянием, зрением, слухом и осязанием. И в такой полноте с ними может соперничать один лишь секс. А еще потому, что гастрономия естественным образом оказывается буквально неисчерпаемым источником необыкновенно увлекательных сюжетов из жизни людей. Чтобы люди не принимались рассказывать из того, что произошло с ними самими или с кем-то другим, кто им интересен и важен, рано или поздно придется упомянуть, что и как было по ходу дела съедено. Вы этого раньше не замечали? Странно. У меня всегда выходит так и никак иначе. Причем еда часто играет роль кульминации всей интриги. А иногда она становится закономерной, долгожданной и встречаемой с облегчением развязкой, финалом, смыслом и во всех отношениях итогом рассказанного. Ну и дальше остается один шаг. Если вы рассказываете, что было съедено, то уже не томите и объясните людям, как это приготовить. Кстати, и из чего. А лучше бы даже еще, где все перечисленное взять и как отличить доброкачественное от тухлого, правильное от поддельного, настоящее от притворного. То есть у меня все время получалось, что сами по себе истории рассказывались не для того, чтобы кого-то научить готовить какую-нибудь определенную еду, простую или замысловатую, а для того, чтобы рассказать что-то стоящее, объяснить что-то важное, описать что-то яркое, вспомнить что-то, чего забывать ни в коем случае нельзя. Гастрономический элемент, без которого прожитый сюжет остался бы непроясненным, а пережитое чувство, не переданным в полной мере, находился всегда. Работа всех пяти чувств оставляет пять отчетливых отпечатков в вашей памяти. Собравшись вместе, наложившись друг на друга, только они и способны создать по-настоящему яркую, объемную картину пролетевшей когда-то минуты, а может быть, целого прожитого дня. Так оказалось, что я пишу не гастрономические заметки, а бесконечно на разные лады перелагаю историю обренности всего сущего, происходящую снова и снова, в разных обстоятельствах и разных формах. Примерно на пятом или шестом по счету тексте я увидел, некоторые из очерков постепенно выстраиваются в хронологию человеческой жизни, то есть цепочку самых ярких переживаний, которые человеку достались, не событий, не приключений, а именно переживаний. И человек, которому все переживания принадлежат, я. Я писал это вовсе не подряд, не в прямой календарной очередности, да еще переживания, достойные того, чтобы пополнить ими коллекцию особенных ценностей, продолжали тем временем, пока я писал, со мною случаться. Но все написанные истории было легко расположить в правильном порядке, вдоль оси моих лет. Интересно еще, что каждое такое переживание оказывалось накрепко привязано не только к определенному году, к точке на шкале времени, но еще и к другой точке, на географической карте. Я знаю, звучит дико, легкомысленно, карикатурно, но все же, нечто, чему место в тарелке, а в конечном счете в желудке, набор белков, жиров и углеводов, ограниченный объем вещества неоднородной химической структуры, обладающего набором выраженных органолептических качеств, то есть узнаваемым вкусом, ароматом, цветом, температурой и консистенцией, оказывается универсальной материей, связывающей собой пространство и время. Прожитое вот в этом месте, вот в этот момент, становится пережитым, оставляя по себе навсегда запомнившийся вкус. В общем-то, каждый из этих сюжетов – история происхождения какого-то определенного вкуса, оставшегося со мной. Все сюжеты, привязанные к конкретным пространственным и временным координатам, составили первый раздел и отнесены мною к разряду гастрономической географии. Но есть еще несколько других. У них нет никакого ясного адреса и никакой определенной даты. Эти сюжеты существуют словно подвешенными посреди жизни, в пустоте, заполняющей промежутки между событиями. Это, в сущности, не ситуации, а идеи в чистом виде. Ну, или зародыши ситуаций, свободные элементы, плавающие силы, способные однажды превратиться в конкретный сюжет, но пока не реализовавшие себя. Или, может быть, наоборот, сработавшие, провернувшиеся столько раз и в таком множестве разных ситуаций, что уже нет смысла приписывать их к конкретной точке или конкретному моменту. Или чистые чувства, ощущения сами по себе, в несвязанном виде. Они происходят нигде и вместе с тем везде, никогда, но и непрерывно, все время. Однако путь к пониманию каждого из них и к переживанию их друг за другом лежит, совершенно очевидно, опять через вкус, навсегда остающийся на человеческом небе. Сюжеты такого второго рода собрались в серии очерков гастрономической философии. Их можно было бы продолжать собирать и дальше, пока события происходят, пока впечатления случаются. То есть, собственно, пока живешь. Но я решил остановиться сейчас. Однажды следует отступить чуть в сторону и посмотреть, что получается. Посмотрев, надо задержать дыхание, сделать над собой важное усилие и все-таки ответить себе на вопрос. Что это? А это и есть жизнь. Большинство очерков, вошедших в эту книгу, впервые были опубликованы в журнале «Коммерсант Уикенд» и воспроизводятся с любезного разрешения издательского дома «Коммерсант». Елена Нусинова и Анна Норинская были первыми их читателями и первыми редакторами. Более того, именно они однажды уговорили автора писать эти очерки регулярно, по одному каждые две недели. Их настойчивость, их помощь и их одобрение были автору очень нужны и важны. Автор всем сердцем им благодарен. Все приведенные в текстах рецепты многократно опробованы автором и действительно могут быть воспроизведены с использованием перечисленных ингредиентов и с соблюдением указанных пропорций. Рецепты и рекомендации в текстах, написанных до 2014 года, не учитывают, разумеется, печальных обстоятельств, наступивших после введения в Россию запрета на импорт продуктов питания из европейских стран. Некоторые из таких текстов выглядят сегодня совершенно фантазийными, а отчасти издевательскими. Но на момент, когда они были написаны, все сказанное в них было правдой. Поэтому автор оставляет их тут без изменений и купюр. На память. Настоящему мешает обыкновенно внешняя тревога, пустые заботы, раздражительная строптивость. Весь этот ссор, который к полудню жизни наносит суета-суетств и глупое устройство нашего обихода. Мы тратим, пропускаем сквозь пальцы лучшие минуты, как будто их не весь сколько в запасе. Мы обыкновенно думаем о завтрашнем дне, о будущем годе, в то время, как надо бы на обеими руками уцепиться за чашу, налитую через край, которую протягивает сама жизнь, непрошенная, с обычной щедростью своей. И пить, и пить, пока чаша не перешла в другие руки. Природа долго почивать и предлагать не любит. Александр Герцин, Былое и Думы. Гастрономическая география 1972-й По следам одинокого беглеца Мидий в белом пиве Вокруг площади гроты Маркт, Брюссель, Бельгия Чьи это воспоминания? Какая разница? Вот вы разве помните ярко, жарко и живо только то, что случилось с вами? Память каждого из нас сложно и странно устроена. Я, например, очень хорошо помню, как поздней осенью, кажется, в ноябре 1972 года, он приехал в составе делегации советских каких-то вроде журналистов и литераторов по линии Союза Обществ Дружбы в столицу Бельгии, город Брюссель. И вот на второй вечер его командировки, в четверг около шести часов, он вышел из отеля Le Chanticleer, очень удачно расположенного на улице Гран-Диль, неподалеку от исторического центра города, и направился, сверяясь с картой, любезно предложенной гостиничным портье, в сторону главной достопримечательности Брюсселя, ратушной площади Грот-э-Маркт. Товарищи по делегации все как один погрузились в посольский микроавтобус и уехали за вокзал, где распродажи, там хорошая была обувь, очень недорогая, детская, зимняя, ну и шерсть. А он сказал, не поеду. Я лучше подожду до посольского кооператива, там еще, мол, дешевле. И получалось, что у него есть до возвращения товарищей на все про все часа два с половиной, и этого должно было вполне хватить. Он довольно быстро вышел к Грот-э-Маркт с северо-западного угла со стороны улицы Гульденхофстрат, пересек площадь, лавируя среди фотографирующихся туристов, и уверенно углубился в переулки восточного квартала старого города. На углу улицы Грэпстрат он остановился перед богато убранной витриной магазина разнообразных подарков и после минутного колебания вошел внутрь. Здесь, коротко переговорив с продавцом-китайцем и бегло осмотрев разложенный им на прилавке товар, он выбрал американский револьвер Smith & Wesson Army 45-го калибра в красивой кобуре из кожзаменителя и две большие картонные коробки патронов к нему. Придерживая локтем нетяжелый пакет с покупкой, он двинулся дальше, и, задержавшись только на минуту у газетно-табаченной лавочки, чтобы купить пачку сигарет Галуаз Капураль, вскоре вышел на знаменитую Рю-де-Буше, здешнюю Мясницкую, как шутя называл ее тот парень на микроавтобусе из посольства. Улица Мясников состояла, как его и предупреждали, главным образом из разнокалиберных, наоборот, рыбных ресторанов и оказалась плотно заполненной фланирующей праздной толпою. В широченных витринах, а также на специально выставленных поперек тротуара лотках с колотым льдом, тесенилась всяческая морская живность. Практически не раздумывая, он толкнул дверь самого большого из здешних заведений, знаменитого Шеллиум. Внутри пришлось обождать буквально пару минут, пока сервировали свежий куверт за столиком у стены в глубине. Столик был отличный. Как раз можно было наблюдать за всем залом и куском улицы перед окном, и в то же время рядом, буквально в двух метрах, начинался узенький коридорчик, ведущий к туалетам. Так что в случае чего, если вдруг кто-нибудь сюда заявится, можно будет моментально проскочить в глубину. Потом он распечатал свой голос, закурил, минут десять перелистывал меню, вглядываясь в название, сравнивая цены, обозначенные в граммах размеры порций, и, наконец, решительно повернулся к официанту. Кажется, быстрее, чем он успел сделать затяжку и пристроить сигарету на бортик жестяной пепельницы с эмблямой вишневого крика, принесли здоровенный, хоть двумя руками держи, ребристый стакан пива. Дальше на столе появились металлическая мисочка жареной картошки, целая корзинка бутылочек с разными кетчупами, майонезами и горчицами к ней, и, собственно, самое главное, Огромный, закопченный котелок дымящихся мидий, сваренных фирменным способом, с петрушкой, сельдереем и луком-пореем. Кажется, он их ел целый час, а они все не кончались. Мисочку из поджаренной картошки два раза уносили и опять приносили полную. С корлупки он кидал в перевернутую крышку от котелка, как это делали за соседними столиками. В конце еще обнаружилось, что на дне такой сок, ну, то есть суп с этим самым луком и сельдереем, он попросил ложку и стал крошить в котелок большими кусками свежий багет. И так съел все досуха, и корочка еще вытер начисто донышко котелка. Кот он расплатился, это было и недорого совсем. Вернулся в свой Le Chanticleur. Коллеги заявились буквально через полчаса. За ужин в ресторане отеля было заплачено. Все пошли, но он остался в номере и скоро заснул. Мой отец вспоминал этих медий всю жизнь. Я раз сто слышал историю его побега через город в Шей-Леон с хитрым уходом в отрыв от группы товарищей, со всеми подробностями маршрута, с детальным описанием витрины лотков с рыбой на улице мясников. Я помню практически наизусть содержание того меню с ценами и, кажется, с граммами. Я могу показать сейчас, какого размера был тот стакан пива. Я отчетливо вижу закопченные бока того котелка с мидиями и знаю, по какую сторону от него стояла жестяная пепельница, стылеющая на бортике сигаретой Галуаз. Мне было восемь лет. Пистоны от того револьвера я расстрелял в первые же три дня, а сам знаменитый на весь двор, сверкающий Смит энд Вессон, скоро пришлось забинтовать синий изолентой, потому что рукоятка его отломилась. Хотя и это помогло ненадолго. Но мидии остались со мною. Мой отец был человеком, в общем, успешным, вполне состоявшимся в свою эпоху. Он многого по меркам того времени добился, и все вокруг знали, как много он повидал. На него смотрели с восхищением. Он был душой большой компании, блестящим веселым красавцем. Но эта неделя в Брюсселе, этот ресторан и эти чертовы мидии вышли, может быть, одним из самых ярких событий, что ему довелось пережить. И это было уж точно одно из самых ярких в его жизни гастрономических впечатлений. Вот за этих медий я горячо, всей душой ненавижу советскую власть. Я ей подлой их никогда не прощу. В Брюссель я приехал двадцать пять лет спустя. В Шеллион, конечно, пошел в первый вечер. Оказалось, как я и подозревал, наглая дешевка. Здоровенный капкан для туристов с безликой поточной кормежкой. И мидии там сильно так себе. Я вот, например, их варю гораздо вкуснее. Накрошить мелко-намелко крупную луковицу и жарить, помешивая на оливковом масле, в глубокой толстостенной кастрюле или плоскодонном казанчике до прозрачности. А потом добавить туда же три также изрубленные луковички-шалотки и разом влить пол-литра какого-нибудь очень светлого пива. Хугарден, например, отлично подойдет. Или какой-нибудь еще сорт белого бельгийского. Быстро довести до кипения и дать повариться минут пять, чтобы алкоголь совсем выпарился. Теперь добавить к этому вареву нарубленный тонкими монетками чеснок, веточки чабреца, пару лавровых листиков и три-четыре гвоздичины. Довольно щедро посолить и поперчить черным перцем из мельницы. Наконец, вывалить в кастрюлю мидии, предварительно очень тщательно очистив их, если нужно от песка, остатков водорослей и мелких налипших ракушек. Закрыть крышкой и варить пять-семь минут, не больше, время от времени встряхивая. Перед подачей, уже сняв с огня, рассыпать поверху горсть мелкорубленной зелени петрушки и немного холодного сливочного масла маленькими кубиками. Прикрыть крышкой еще на полминуты, пока масло тает и стекает вниз, обогащая собою дивный бульон, что скопился у дна. Как бы я хотел, чтоб ты тоже попробовал, дорогой мой. Редактор субтитров А.Семкин